В микрорайоне Сахалин подвели итоги конкурса «Золотая осень». В этом году в украшении своих дворов приняли участие жители девяти частных домов поселка. Подробнее расскажет Александра Литкова. В теплицах дозревают овощи, на грядках зелень, а в клумбах разнообразные цветы. Так выглядит практически каждый двор в поселке Сахалин. Лидия Федько принимать участие в конкурсе «Золотая осень» не собиралась. Говорит, украшает свой двор ежегодно для того, чтобы радовать глаз. Я просто сажаю то, что я сажаю каждый год. Цветы, укроп, лук, редис, картошки, земляника. Основная задача конкурса «Золотая осень» – найти самые красивые дворы в поселке и поощрить неравнодушных жителей, силами которых в летний период создается красота и уют при домовой территории. Комиссия оценила, значит, обращала внимание, во-первых, на частую двора. На ухоженность дома, как дом выглядит. У кого-то весь все завалено, дальше на цветочки, как рассажены, то, что, какие цветочки. К слову, комиссия состояла из самих жителей поселка Сахалин. Поэтому выбирать самую красивую придомовую территорию было довольно-таки сложно. Буквально на днях комиссия прошла по поселку, по домам, которые были заявлены в списке. И решила, что так как много хороших подворий, решила, что надо дать два первых места, два вторых и два третьих. А также поблагодарить всех за участие. Одной из лучших придомовых территорий признан двор Николая Сухопарова. У меня супруга любит вот цветочки всякие, попросила сделать парнички, клумбы. Вот я клумбы сделал, и она начала высаживать. Но она тоже занимается уже этим не первый год. Так что у нее бывает нормально, хорошо получается вот это. Цветы у нее, это ее на радость. Итоги конкурса подведены. Почетными грамотами, благодарностями, призами и сувенирами будут награждены все участники конкурса 2 октября. Александра Литкова, Владислав Ткачев, Телеканал Север.